Вон они играют. Неужели не видно? Вон бегают вдалеке футбольное поле. Там человек двадцать бегает. Вдалеке-вдалеке, между вот этой постройкой и высотными зданиями. Между ангаром и высотными зданиями, смотрите. Вон они бегают. Футболисты. Корь – одна из самых заразных болезней, которые мы знаем. Всего один заболевший способен заразить от двенадцати до восемнадцати человек. Это число называется базовым показателем репродукции или репродуктивным числом. Ученые используют его для того, чтобы описать, насколько болезнь заразна. Для вируса Зика значение репродуктивного числа может достигать шести целых шести десятых. У сезонного гриппа этот показатель всего чуть больше единицы. А у коронавирусной инфекции COVID-19 в районе двух. Разница между гриппом и COVID-19 не кажется такой значительной. Особенно, если сравнивать их с другими, более заразными болезнями. Плюс к этому многие симптомы гриппа и COVID-19 очень похожи. Лихорадка, кашель, возможность развития пневмонии, которая в обоих случаях может привести к смерти. По этой причине сравнение гриппа и COVID-19 очень распространено и даже может показаться логичным. Это как грипп. Это очень похоже на грипп. Я верю, что это закончится так же, как эпидемия сезонного гриппа. Но постойте, давайте еще раз вернемся к значениям репродуктивного числа. Для гриппа это значение равно 1,3. Это значит, что один человек может заразить только одного или двух. Спустя 10 циклов общее число зараженных составит около 56 человек. Давайте смоделируем ту же ситуацию для COVID-19 со значением репродуктивного числа равным 2. После 10 циклов мы получим более 2000 зараженных. При сезонном гриппе такого не происходит. Спасибо. 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 Спасибо.